МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Февраль 1985 года. В Вильнюсе убит киноактер Толгат Нигматуллин, звезда самого кассового советского фильма пираты 20 века. Преступники вскоре были арестованы и осуждены. Но остался вопрос, который до сих пор волнует многих поклонников. Почему опытный каратист не смог себя защитить? Знаменитая сцена из фильма «Пираты 20 века». Бандит Солех ударом ноги уверенно посылает в нокаут советского моряка. В роли жестокого джентльмена удачи Толгат Нигматуллин. Фильм сделал его настоящей звездой трюкового кино. Никто не может представить. Всего через пять лет актер будет убит при чрезвычайно странных обстоятельствах. Кадры процесса, на котором судят убийц известного артиста. Это лидеры секты оккультистов, называющих себя странниками Абай Барубаев и Мирза Камбадбаев. И несколько их подручных. Они буквально забили актера насмерть. Вина подсудимых доказана. За убийство Нигматуллина Абай был приговорен к 15 годам колонии усиленного режима. Мирза к 12. Здесь все было ясно. Но вот с другим обстоятельством так и не удалось разобраться. Никто не мог понять и в процессе суда, и в процессе экспертиз, почему Толгат не оказал сопротивление. Толгат Нигматуллин был обладателем черного пояса по карате и чемпионом Узбекистана. Но почему он так и не применил боевые навыки, чтобы спасти свою жизнь? Не убивай меня! Я тебе пригожусь! Все сделай! Руки! Руки! Пираты 20 века. Мальчишки 80-х знали эту кинокартину наизусть. Она получилась такой чистой, романтической, правильной. И самое такое о советском рэмпе. Вот мы не ожидали такого бешеного успеха. Это суперчемпион советского проката под 100 миллионов зрителей. Знаменитый режиссер Станислав Говорухин написал сценарий советского боевика, который оказался популярен не только в нашей стране. Я однажды попал в Вьетнам уже год, через два. И там меня представляют на вьетнамской студии. Ну, вот он снял такую картину. И, ну, в местах встретить нельзя. Там, не знаю, везел куза. И, слушай, ноль внимания. Ну, снялся. А потом переводчик говорит, вот, в частности, это автор сценария пираты 20 века. Так они меня чуть не разорвали на куски. Хотели дотронуть. Но мало кто знает. Комиссия Госкино поначалу запретила прокат фильма. Чиновникам показалось, в картине слишком много сцен насилия. Нам сказали, что если еще одно движение карате, мы закроем фильм. Тадеуш Касьянов, основатель Российской Федерации рукопашного боя, не только снялся в одной из ролей, но и поставил в фильме все трюковые сцены. Впрочем, советский зритель мог их и не увидеть, если бы не сам генеральный секретарь ЦК КПСС. Показали его, Брежневу, на даче. Он заплакал и говорит, какие у нас есть хорошие ребята. Фильм тут же вышел на экраны. Талгат Нигматуллин сыграл в боевике отрицательного персонажа. Но именно ему пытались подражать тысячи советских мальчишек. Зрители, конечно же, не догадывались. Нигматуллин вырос в интернате и в детстве болел рахитом. Но однажды он решил, отныне все будет по-другому. Это произошло после того, как на танцах мальчик получил обидный отказ от девочки из параллельного класса. Он убежал в лес, проплакал всю ночь, и потом решил заняться собой. И, собственно говоря, начиная с этого момента, он искал какого-то совершенства и в теле, и в душе, и в мыслях. Собственно говоря, этим он и жил. Юноша из провинциального киргизского городка Кызылкия сумел поступить в один из самых престижных вузов страны – в ГИК. Однокашник Талгата Нигматуллина, актер и режиссер Сергей Никоненко вспоминает. Своей энергией и любовью к восточным единоборствам Талгат заразил весь курс Института кинематографии. Он очень хорошо двигался. Как раз у меня этюды были такие, связанные с непростым движением, с драками, даже с потасовками. А уже потом он, я услышал, что Талгат уже занимался всерьез восточными единоборствами. Об увлечении артиста боевыми искусствами говорят многие его коллеги. На них это действительно производило впечатление. Неужели Нигматуллин только в кино мог с легкостью побеждать своих противников, а в реальной жизни не использовал свое мастерство? Но не будем забывать, в 1972 году указан спорткомитет Советского Союза этот вид единоборств оказался под строгим запретом вместе с секциями культуризма и женского самбо. Правда, потом каратисты вышли из подполья, но ненадолго. В начале 80-х в Уголовном кодексе появилась статья «Незаконное обучение карате». По мнению партийных чиновников, эти виды спорта пропагандировали западный образ жизни. Президент Национальной Федерации караты России Александр Иншаков о событиях 30-летней давности сегодня вспоминает с горькой иронией. В 1982 году запретили это уже после событий в Польше, вот вся эта история. Почему-то решили, что карате тоже очень опасный для социума российского вид боевых единоборств, что вдруг каратисты станут революционерами. Но запрет только подстегнул интерес людей к карате. В Советском Союзе стали открываться подпольные секции. Я точно так же занимался и карате, подпольно, и платил по 15 рублей в месяц. Мастер восточных единоборств Юрий Кармушин вспоминает, достать специальную литературу по карате в 70-е годы в СССР было невозможно. По стране ходили книги, переписанные от руки. У меня был товарищ, у которого родители жили в Индии. И они привезли из Индии книжку по карате. На английском языке я взял копирку за ночь, за всю ночь под копирку, перерисовал все эти стойки, все доброе, и переписал текст вручную. Мог ли Талгат Нигматуллин в таких условиях по-настоящему обладеть искусством восточного единоборства? Он талантливый, как актер, но не как каратист. Да. И взял некоторые вещи, и они у него неплохо получались. Но это если судить с точки зрения опытного мастера. Для актера же Нигматуллин владел бойцовскими навыками на довольно высоком уровне. Он стал одним из первых, ну, как говорят, очень умелых спортсменов, который занимался каратэ. Почему же Талгат Нигматуллин не смог защитить свою жизнь, когда его жестоко избивали? Любой человек нормальный, нормально себя чувствуешь, не позволил бы никогда с собой так поступать. Вот. Я думаю, что он нормальный был человек, нормально мыслил, нормально говорил. Дело в том, что актер был увлечен не только единоборствами, но и философией восточных мудрецов. И однажды поиски ответов на вечные вопросы привели его в секту. Талгат Нигматуллин, который был очень талантливый человек, и который, как многие талантливые люди, сомневался в своих способностях периодически, он тоже решил каким-то образом, так сказать, усовершенствоваться, просветлиться, и попал вот в эту группу. В начале 80-х советские люди, уставшие от коммунистической идеологии, с большим интересом посещали лекции о вселенском разуме. Симбиоз восточной философии и биоэнергетике творческая интеллигенция восприняла как глоток свежего воздуха. Предприимчивые дельцы от эзотерики сориентировались моментально. Одним из новоявленных гуру стал Абай Борубаев, сын главного редактора партийной газеты в Киргизии. Абай решил делать большие деньги на нетрадиционных методах лечения. Для осуществления плана Борубаеву был нужен этакий ручной экстрасенс. И такой целитель был найден в одном из сел Каракалпакии. Звали его Мирза. Мирза это был, ну вот представляете себе, значит, такой массивный, малоподвижный, амимичный человек. И все считают, что у него есть особые способности. Вот что он может излечить, что он может помочь. Он ничего не делал. Он многозначительно молчал, принимал позы, он был одет в какую-то хламиду, какие-то бусы. Абай сумел заручиться поддержкой влиятельных людей. Например, главного редактора популярного журнала «Огонек» Анатолия Сафронова. А для того, чтобы его учению доверяли безоговорочно, гуру требовался человек, которого знают все. Им стал Талгат Нигматуллин. Актер Сергей Никоненко и сейчас не до конца понимает, как Абаю удавалось оказывать такое влияние на актера. Талга, опомнись, куда тебя втянули. Да что ты, говорит Петрович, этот человек открыл мне космос. Он говорит, если я предам этого человека космос, меня раздавят. Впрочем, Нигматуллин был лишь одним из многих, кому киргизский пророк сумел, что называется, запудрить мозги. Это секта типа дзин-буддизма, кришнамурти, духовное прозрение. Это такой оккультизм. Первобытная структура сознания, которая активируется у таких людей в такие переломные эпохи, просто больше людей под это подпадает. Чтобы встать на путь истины, последователи учения Абая и Мерзы должны были отречься от всех мирских благ. Доктора наук, профессура, музыканты и даже врачи приезжали в глинобитный домик Мерзы в богом забытый аул и покорно выполняли любые приказы экстрасенса. Эти сеансы психотерапии были очень своеобразные. Они жили там в антисанитарных условиях, мылись в ворыках и в качестве одного из основных методов снятия всяких проблем личностных и психотерапии были сексуальные связи с Мерзой. Это была имитация продвинутых людей, просто-напросто. На самом деле это были просто такие люди, ну, не вполне законные. Бизнес Абая и Мерзы шел, как по маслу. Но зимой 85-го года вышла осечка. Вильнюсские члены секты отреклись от своего учителя и отказались платить дань. Разгневанный Абай решил наказать отступников. Он взял с собой, ну, естественно, Мерзу, вот, но он взял с собой трех бойцов, Пестрецов, Бушмакин-Седов. И для того, чтобы, предчувствуя, что будут какие-то физические разбирательства, он позвал Нигматулина. И Талгат согласился и приехал туда. Борубаев приказал избить непокорных членов секты. Но актер впервые ослушался своего учителя и хлопнул дверью. Абай, опять-таки, это материалы дела, не терпел инакомыслия. И когда он знал, что его не слушались, он наказывал. Когда Талгат вернулся в квартиру, где остановились сектанты, Борубаев приказал начать избиение строптивого ученика. Оно продолжалось несколько часов, с вечера почти до утра. После убийства судмедэксперты насчитали на теле артиста 119 ранений. Причем они были нанесены только руками и ногами. Так почему же Нигматуллин покорно сносил жуткие побои и даже не сделал попытки защититься? Такое могло бы произойти, если бы актер находился в наркотическом или в алкогольном опьянении. Но ни следов алкоголя, ни остатков наркотических веществ в крови погибшего не оказалось. Значит, Нигматуллин все-таки мог дать отпор убийцам, но не стал этого делать. Почему? Когда мастер дзен бьет ученика, ученик принимает это с благодарностью. Это слова из записки, найденные в вещах Талгата Нигматулина после смерти. Похоже, он просто не захотел оказывать сопротивление. Восточная философия это есть, что если учитель наказывает, значит любит. А так как отец с уважением относился и к востоку, и к философиям различным, и в том числе к своему учителю вот в этой секте, он не мог сопротивляться. Но в тот момент, когда он понял, что уже надо сопротивляться, уже не было сил сопротивляться. Талгат стремился познать таинственный процесс саморегуляции. Надеялся на просветление, но его эксперимент обернулся трагедией. А своих убийц он до последнего момента считал друзьями, которые просто запутались в поисках истины. Но есть и еще одна важная деталь, не имеющая к дзен-буддизму никакого отношения. И именно она может дать трагедии совсем другой поворот и смысл. Когда эксперты-криминалисты осматривали искалеченное тело Нигматулина, они сняли с него православный крестик. Незадолго до гибели актер окончательно разочаровался в псевдоучении Абая и Мирзы и принял православную веру. Один из главных ее постулатов непротивление злу насилием. Быть может своей смертью Талгар хотел показать сектантам, что истинную веру невозможно победить грубой силой. К сожалению, ответ на этот вопрос мы не узнаем никогда. отец... Редактор субтитров Корректор А.